МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А ну-ка, девушки, а ну, красавицы! Так называется эта бессрочная акция. Все подробности о ней мы узнаем прямо сейчас и, конечно, увидим фотографии ее участников. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. И у нас в студии сегодня Любовь Берчанская, обозреватель газеты «Владивосток». Здравствуйте, Любовь. Здравствуйте, Анна. Ну, конечно, для начала давайте, наверное, расскажем, что же это за акция, чуть поподробнее. А началась акция с того, что наша часть, женская коллектива газеты «Владивосток», в один из дней пришла пылая яростью на работу, потому что они как-то неожиданно все вместе прочитали публикацию на каком-то сайте, где было написано вот то, что вы говорите, что женщины в СССР носили робы серого цвета, красили ресницы гудроном, все как один были унылые, толстые и некрасивые. И там была подборка фотографий, из-за взаимодействия, понимаете, маляр идет на работу. Конечно, женщина в робе маляра, возможно, не очень красива, но это не означает, что мы все были такими. Мы разозлились, потому что мы родом из СССР в силу своих возраста, в большинстве своем, и наши бабушки, наши мамы, они все оттуда, и они были красивыми, мы это видели, мы это помнили. И мы решили сделать такую акцию, чтобы показать тем, кто, может быть, не помнит, но верит в вот такие вот роды публикации, мы решили доказать обратное. Фактически, документально, что это было не так. Ну и неожиданно акция расширилась, и мы стали говорить о том, что вообще нельзя огульно обвинять целую эпоху в чем-то. А всегда надо думать о конкретных людях и верить не подборкам, вот знаете, как раньше цитаты вырезали из первоисточников и в любую подбивали. Так как выхватить из текста, да? Из контекста, да. А верить тому, что видно на снимках и что вспоминают живые люди. Вот так и получилась акция. Ну, собственно, я предлагаю доказать это действительно сейчас нашим телезрителям в том числе. Давайте посмотрим. Вот у нас уже есть фотографии первых участников этой акции. Вот как раз, собственно, и они. Расскажите, кто это? Эти фотографии прислала наша читательница Ирина Стогний. Это она со своими подружками, с которыми она училась в институте, в ДВПИ нашем. Вот это как раз они студентки со своей подругой. Второй курс, конечно, 60-х годов, 60-е годы. И смотрите, какие интересные у них платья. Живые прически. И да, они черно-белые, но даже по рисунку свитера можно догадаться, что это не унылые серые робы, правда? Да, начинаешь сразу предполагать, какого света был этот цвет. Да, да, да. А главное, какие милые лица, понимаете? Милые лица. И очень, между прочим, ухоженные девушки. И красивые силуэты, я хочу отметить. Прекрасные фигуры. Вот что есть, то есть прекрасные фигуры. Давайте, наверное, следующую посмотрим фотографию. Это вот те же студентки, но уже после примерно двух лет работы молодые специалистки в Владивостоке сфотографировались. Они шли в ресторан. В письме написано, они шли в ресторан, по дороге зашли в фотоателье. То есть это выходная фотография, да? Женщины собрались на выход. И самое тесное, в письме было написано, что их компания в ресторане пользовалась повышенным вниманием мужчин. И я понимаю, почему. И вы понимаете, почему, правда же? Все яркие, красивые. Яркие, красивые женщины. Индивидуальные, что ли, маловажные. Не то, чтобы сейчас, да? Конечно. И какие, допустим, вот... Ну, хорошо. Это Ирина Стогний в костюме, как она написала гордо финском. То есть финскому производству. То есть достать его было нелегко. Да. Но женщины старались и доставали. Это, наверное, 70-е годы, да, мне кажется? Это уже с 70-х. Это спуск по лестнице, городской нашей набережной, спортивной гавани. То есть вы еще параллельно с обликом Владивостока в то время читатели знакомите. Давайте следующую фотографию. А это фотография Украина. Это тоже 70-е годы. Ирина ездила в турпутю поездку по Украине. И вот это вот как бы женщина в отпуске. Ну, скажем так, курорт, да, круиз, если хотите. Почему нет? Ведь видно, что легкое платье в полоску, симпатичные даже современные босоножки, элегантный силуэт. Сумка, опять же, подходящая абсолютно под общую, да, под одежду, под концепцию. То есть нет такого, что что-то случайное. Хотя было очень сложно, ведь действительно, давайте вот на этом остановимся, достать одежду. Подобрать образ. Одевались те, кто шил сам, и те, кому по блату, как говорится, удавалось что-либо достать, либо за очень немаленькие деньги, насколько я понимаю. Ну, даже те, кто просто покупал в магазине, люди все равно старались как-то, много вышивали, делали вышивку, добавляли, пришивали кружево, или еще что-то, делая образ уникальным. Никто не хотел быть похожим на свою соседку по столу на работе или на свою соученицу в ВУЗе. Все хотели быть индивидуальными. Хотя в то время, конечно, приветствовался коллективизм, а люди всего хотели быть каждой уникальным, тем более женщины. Да, я, к сожалению, тоже знаю из истории, что был дом моделей, да, в Москве, на Кутузовском, если я не ошибаюсь. Да, да, да. И, конечно, там шили одежду, и мы были в чем-то даже первооткрывателями. Эта одежда была очень красивая, ничуть не уступала французским и итальянским кутюрье, но доступна она была, опять же, там, партийным, женам партийных работников, актрисам, знаменитостям. Да, да, да. А вот, к сожалению, обычные жительницы вынуждены были сами дополнять свои образы, потому что вот широкого потребления товара они действительно были одинаковые, как под копирку. Но при этом существовали журналы выкроек, которые расходились, это был дефицитнейший дефицит, при этом работали ателье и в маленьких городах. Кстати, по поводу ателье, вот есть публикация у нас в газете о том, ателье на русском, пишет дочка о своей маме, как ее мама, вот они в Москве, она прошла курсы в конце 40-х годов, и на острове Русском вот ателье она работала. И во Владивостоке в 50-х годах проводился конкурс среди мастеров в ателье. Нужно было представить какую-то разработанную вещь самостоятельно на конкурс. И мама захотела поучаствовать, пишет наша читательница Людмила Буткина. А ей сказали, ну что ты? В ателье сказали, тут мы на русском, тут живем в провинции, какие там у нас с тобой могут быть? В общем, не суйся. Мама не послушалась, сама купила ткань с трудом, сама, ей сын выточил пуговицы. И она сшила пальто, реглан, которое на конкурсе заняло первое место. Вот так. Вот, то есть те, кто хотел и стремился, кто хоть как-то мог, выделялись. А те, кто хотел, допустим, но не мог, все равно находили выходы. Уж вот чего-чего. А женщина стремится быть красивой, стремление быть красивой, она все пороги преодолеет, все преграды пройдет и добьется своего. Любыми способами и методами, правда. Давайте, наверное, следующих участников посмотрим. Это фотографии, присланные нам жительницей Владивостока Трубецкой. Она прислала очень много снимков, где представлены разные годы. Вот это примерно сороковые годы, то есть вот это видно и по крою платья, по прическам, в стиле Марлен Дитрих, вот эти характерные силуэты головы, и по покрою такому грубоватому пальто и носочки. Носочки, вот сороковые, тридцатые, начало пятьдесятых, многие еще считали, что без носочков нога смотрится неэлегантно. То, что, к слову, сегодня в тренде. Мы видим это на подиумах, это уже высокая мода, вот кутюр не каждый решается надеть вот так, но смотрите, как это элегантно на самом деле красиво. Посмотрите, как здесь вот восемь человек, девять на фотографии, это одинаковых. Они все разные и все очень красивые. Тонкие лица, аккуратные, аккуратные брови, форма бровей, посмотрите, нет нигде вот этих вот гусениц, да, и так далее. Все ведь сделано. Люди, женщины старались и ухаживали за собой, как могли, а им жилось совсем непросто. А стоит отметить, помимо того, что, безусловно, не просто жилось, не просто жилось и чисто по-женски, так как не было, вот мы видим, уложенные наверх прически, а ведь без лака для волос это очень сложно сделать. Вот вы не знаете, например, какие методы тогда использовали девушки? Я, конечно, в 30-е не жила, но так как я, допустим, ходила на лекции Александра Васильева, я читала, во-первых, это всегда была горячая завивка, да, то есть то, что волосы на горячую завивку заворачивались, и для того, чтобы они хорошо держали форму, где-то, иногда даже корни, извините, присыпали мукой, вот тогда она как бы держала хорошо, некоторые, вот, прическу смазывали яичным белком взбитым, она тоже вот намертва, да, что называется, но красота требует жертв, что ж поделаешь, смывать, конечно, было трудно. А так и не скажут, что там мука или яичный белок, правда, не видно, волосы натуральные, красивые. Так никто же и не старался сделать так, чтобы это было видно. Главное, чтобы это было Это, конечно, феноменально. Да, давайте следующую фотографию. Вот эта фотография Людмилы Буткиной, это вот я ее показывала, это она на курсах в Москве со своими соучениками как раз они учились шить одежду. И тогда, что интересно, на курсы, как пишет читательница наша, было мало женщин, приезжали в основном мужчины, мужчины хотели делать одежду, в том числе для женщин. Вот зимняя мода очень своеобразная, обратите внимание, да, посмотрите, какие у женщин коротенькие ботиночки. Ботики. Да, ботики, высоких сапог фактически не было. Я думаю, они, наверное, меру слегла. Вот я хочу добавить про сапоги. Я думаю, что сегодня это уже многим известный факт, что сапоги-то как раз, собственно, и придумали в России. Их придумали в России, повезли на неделю моды, если не ошибаюсь, во Францию, в Париж. И здесь у нас, опять же, патент на широкое производство этой обуви не дали. Придумала женщина по фамилии Оралова, Вера, если я не ошибаюсь, Оралова ее звали, и она очень хотела, чтобы у нас тоже была мода, и что она действительно, она в принципе и была, просто она хотела, чтобы она была доступна всем. И вот она придумала эти сапожки, во-первых, чтобы ножки не мерзли, но это было, конечно, очень красиво. Сегодня мы все носим сапоги с удовольствием. Но вот так случилось, что патент взяли французы, производить стали французы, а мы, как всегда, остались незамеченными. Да, мы уже потом во втором круге стали доставать и производить сами, но, к сожалению, так часто бывает, увы. Но вот я общалась с Александром Васильевым, с историком моды, на интервью, и просто как бы вот после интервью уже в личных разговорах у него очень большая коллекция советского периода, и она не только составлена из платьев балерин или звезд кино, или там женщин, жен дипломатов, он с удовольствием принимает коллекцию именно на ряды простых людей. Вот во Владивостоке, допустим, ему принесли несколько трикотиновых платьев жен моряков. Это были трикотины, но привозили из границы, это был материал просто супермодный, хотя он был ужасно синтетический, но это неважно. И он говорит о том, что это очень красивые платья, они индивидуальны, у них свой покрой, и они составят достойную часть его коллекции. А я думаю, что такой человек, наверное, знает, о чем говорит. Правда же? То есть сейчас заговорили, да, про жен моряков, и я слышала, нам рассказывала Галина Яковлевна Островская еще на занятиях, что как раз жительницы Владивостока отличались тем, что действительно очень красиво одевались, благодаря тому, что их мужья могли привезти им какую-то одежду из-за границы. и вот артистки театра то, в частности, говорят, тогда были звездами Владивостока, потому что то, какие у них были платья в то время, что им было для них доступно, конечно, многим женщинам даже и здесь не было, увы, возможности у них этого достать, но тем не менее, я помню, что она рассказывала, что это было здорово. Жены китобоев в Советской России, те, кто или тем, кто ходил в загранку, хотя бы там, пусть это был Сингапур или Япония, но они привозили хоть что-то такое, чего, в принципе, было здесь не купить. И, конечно, такая вещь береглась годами. Почему эти платья некоторые сохранились до сих пор? Потому что их одевали вот только по каким-то ну очень большим датам, праздникам, на выход, в цирк, например, пойти с семьей. Вот как в той песне я надену все лучшее сразу. Вот оно так и есть. Это правда, да? Давайте еще одну фотографию посмотрим. Это фотографии, присланные Галиной Блиновой. Это ее мама и тети. Они были люди сельские, жили сначала не во Владивостоке. Большинство этих кадров сделаны в каких-то поселениях в селе. Но посмотрите, опять же, как интересно силуэту платья, когда как подчеркнуто лифт подчеркнут, какая у нее интересная красивая прическа. И обратите внимание, почти на всех снимках мало кто женщин со стрижками. Женщины ухаживают за своими волосами. С прическами, действительно, да. И длинные волосы были скорее традицией, а стрижка все-таки как-то еще так рассматривалась. Вот я, наверное, была бы не в тренде в это время. А вы как раз в тренде. У вас вот бабета самая настоящая. Спасибо. Я специально к программе постаралась сделать такую прическу, как раз стилизованную под 60-е годы прошлого века. Любовь, давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор о трендах советских красавиц. Любовь, ну я думаю, стоит продолжить как раз говорить о наших прекрасных участницах. Давайте посмотрим на экран. Это продолжается семья Блиновых у нас. Смотрите, как интересно в центральной, да, у женщины в центре отделан ворот платья. Кружево это вообще было удивительно. Наши женщины умели плести с кружево сами. И кружево использовалось очень по-разному. Сейчас, кстати, вот почему-то кружево незаслуженно забыто. Именно в таком виде. Да, в таком варианте, да, как отделка. Она очень красиво смотрелась. И они же сияют, улыбаются. Да, да. Смотрите, какая прическа дивная. И рукавчик, вот все. Понимаете, каждое платье, это не просто роба или балахон. Это же платье. Красивое. Очень нравится мне силуэты того времени. Давайте, наверное, следующую фотографию посмотрим. Там как раз вот плащ там есть. Как вы сказали, ну барберы фактически. Да, да, очень похоже. Причем это всегда был акцент на талию. Ну практически всегда. В 30-е годы, конечно, была немного другая мода. Но тем не менее, она все равно была очень женственная. Вот сегодня у нас так называемая эмансипация. Женщины в связи с этим еще, вероятно, теряют вот это вот именно женственность свою. Правда? И тогда еще, смотрите, вот на всех фотографиях очень мало женщин в брюках. Вот единственное, с нескольких кадров, а женщины старались носить платья. Брюки не то, чтобы не принимались, но как-то вот еще воспринимались все-таки больше как часть мужского гардероба. Смотрите, какие. Вот три человека, насколько разные, какие красивые. Я то, что понимаю, что эта фотография парадная. Но как здорово. Как каждое платье, а украшение у женщины вот здесь. Маленькая деталь, но это же о многом говорит. И очень видно, что хорошие ткани. Это действительно даже заметно на черно-белой фотографии. И все, заметьте, все из них сегодня бы смотрелись ничуть... Абсолютно уместно. Ничуть не нестильно. Да, абсолютно уместно. Абсолютно уместно. Абсолютно по-модному. Давайте дальше. Также это семья Блиновых, я вижу. Вот тоже к вопросу об отделке. Мы с вами несколько раз об этом говорили. И поясок на талии, и манжетики. Вот она такая вся. Точемная получается. Давайте дальше. Это пошли фотографии семьи Трубецких. Здесь фотографии более раннего периода. Это 30-е, 40-е. Даже там есть начало века снимки. Вот здесь прям вот все вам. И женская мода. Вот, посмотрите, это где-то 30-е, 20-е годы. Тоже прическа вокруг головы. Это очень женственно, коса. И вот видно, что это платье, конечно, уже сегодня не назовешь модным. Но оно красиво отделано. Оно стремится к элегантности. Да, все действительно было очень элегантно. Ну и опять же мы видим длинные волосы. А это, конечно, 70-е уже годы. Очень красивая девушка. И тоже хочу отметить все, что популярно сегодня. Естественно, смотрите, какие красивые брови, естественные, волосы роскошные, натурального цвета. Кстати, действительно, стоит отметить, наверное, цвет волос, когда женщины не злоупотребляли пергидролем или, наоборот, слишком черной краской. Да, да, да. А все-таки в основном у всех волосы натурального такого цвета. Это тоже даже видно на черно-белых. И краситься женщины начинали тогда, когда их к этому вынуждала природа. Ну, исключительно. Начиналась седина, да. А молодые девушки, конечно, если не хотели стать редко блондинками, все-таки содержат волосы, поддерживали в естественном цвете. Это было очень красиво. Я хочу также на этой фотографии еще отметить кофточку. Опять же, сегодня очень популярно. Это 70-е, да, вы сказали? Вот, пожалуйста, действительно. Прямая отсылка к тому времени. Давайте дальше. Ну, а это вот, конечно, видно, что это первая половина 20-го века. Броши, бусы. Смотрите, сколько на женщине здесь аксессуаров. Как много, хотя, казалось бы, да, небогатые, в общем-то, были люди. Многие, и, как бы, окружение показывает, что это далеко там не... Не город, мне кажется. Не город, и даже не конеца, понимать, это лопухи, в общем, отсюда хорошо видно. А сколько в платьях мелких деталей. И ни одно из аксессуаров не противоречит общему образу. Нет этого, знаете, чувства, что все, что было, нацепило и вышло фотографироваться. Нет, ни в коем случае. Все очень, конечно, уместно. Уместно, да. Давайте дальше. Вот тоже ранние, наверное, фотографии. Да, это где-то 30-е годы, да, вот эти фотографии. Конечно, вот видно, что это люди рабочие, видимо, да, что лица такие немножко грубоватые, может быть, но они пришли фотографироваться, они принарядились, и наряды у них очень интересные. Не как писали у вас блогеры, да, что вас, собственно, возмутило, что в робах нет, люди действительно надели платья светлые, красивые. И в прическе вот у них тоже, это простые прически, но очень естественные, свежие и аккуратные. Интересно, вот эти хвостики, да, сейчас вот как-то так не носят, очень интересно. Локон такой вот здесь, локон такой, да. Назвалось завлекунчик. Давайте дальше. Ну, а это уже, конечно, в 60-е годы, это видно и по моде, и потому как женщина, это уже рабочая такая мода, женщина в пиджаках, деловая такая, это студентки или молодые специалистки, ну, прям вот видно, что это интеллигенция и возможно даже, знаете, там учитель, инженер, вот все вот сразу по этому, а прическа какая красивая. Да, и опять же ухоженность, кожа, посмотрите, не было столько косметики различной, доступа к ней. Конечно, ретушировали фотографы, но естественную красоту не нарисуешь. Конечно, тогда и таких возможностей ретушировать не было, как сейчас. Давайте дальше. Ну, это начало века, это переселенцы, у меня тоже есть такая фотография моей прабабушки. И у меня есть. Это переселенцы, это, конечно, очень крестьянская семья, крестьянская модность, так можно выразиться, но опять же, я предлагаю посмотреть, какие лица, светлые, ясные, красивые, и они сфотографировались, может быть, не сразу всю свою жизнь и на всю жизнь, поэтому надели все, что могли, это самые лучшие их вещи. Этой фотографии, кстати, просто цены нет. Ну, Владивосток. Вот и, собственно, жены моряков, я так думаю, у нас присутствуют. Подруги моряков, вот это. Плащи. Да, модные плащи, в то время баллон, под талия, под поясок обязательно, все подчеркнуто, крупные пуговицы, манжеты на рукавах, смотрите, да, вот такие тоже выделяющиеся детали. И видно, что ветер, а волосы очень естественно лежат. Красиво, да. Давайте дальше. Это наш коллега, Александр Радашевский, с радио Ви-Би-Си, прислал фотографии своей мамы. Она вот, это здесь у него молодая, еще мама. Какие красивые сапоги-то, не обратите внимание. А я сразу на них обратила внимание, да, действительно. И длина очень такая удачная, очень красивая девушка. Давайте дальше посмотрим, что есть. Это опять же его мама. Здесь, конечно, макияж, на макияж стоит обратить внимание, как подведены четко выражены глаза, какие волосы красивые, ухоженные. И наряд, может быть, здесь не столько заметен, я нашел такой красивый свитер, но здесь все дело в лице прекрасном совершенно. Давайте пока следующую фотографию, а мне бы хотелось заострить внимание также и на том, действительно, как, если сейчас у девушек есть возможность заглянуть в интернет или в какие-то другие источники и посмотреть, как правильно нанести макияж, как ухаживать за волосами. Раньше этого не было. Конечно. Каждый методом проб и ошибок, да, это это Талса делает. Ну, в журналах, типа крестьянка или работница, давали советы по уходу за собой, но, конечно, никто не говорит, что жилось легко в Советском Союзе. Достать косметику было очень трудно, качественно, но она производилась и доставали. Никто не красился гудроном, я вас уверяю, разве что маленькие дети, которые вот просто потому что хотелось быть похожими на маму, поэтому рисовали, чем могли на лицах и что могли, а потом отмывали это все. А женщины, они пользовались косметикой, они ее доставали возможными способами. И моду в макияже, конечно, задавали актрисы. Конечно, вот эти глаза, вот посмотрите, здесь подведенные, в египетском стиле это называлось, да, египетский разрез глаз. Все старались скопировать с актрис, в кино подсматривали, на фотографиях, в журналах, как актрисы красились. И так вот тогда уже все... Пытались это делать, да? Как могли, да. Давайте дальше. А, вот невеста у нас как раз. Прекрасно, это 70-е годы, конец 60-х, вот такая, знаете, аскетичность такая появилась в платьях, лаконичность в нарядах. И самое интересное, что вот у невесты здесь не традиционная фата, такая фата шляпка. Все невесты прекрасны, но это еще и очень красивая. Давайте дальше. Вот здесь прям видно шляпку, да. И туфельки аккуратно подобраны. Конечно, невеста старалась быть красивой, но тоже было непросто. Например, мама выходила замуж, она специально себе шила белый костюм. В костюме это была редкость, юбка и пиджак. Она была такой... Элегантная очень невеста. Элегантная и даже выбивающаяся из общего. На нее все смотрели, как она говорила, как же в костюме и в платье. Давайте дальше посмотрим, что у нас еще есть. А ну вот тоже. Да, тоже образ. Знакомые уже лица. Зимний, да. Зимняя одежда, конечно, верхняя одежда, может быть, зимняя, была не столь разнообразна. Ну, просто потому, что вот мы все понимаем, в какое время люди жили, но это опять же говорит о том, что люди все равно старались себя украсить. Шапочка очень интересная. Вот. А это вот, Аня, ваша прическа, только... Только под головным убором. Да. И это вот самая модная тенденция с начала 70-х, конечно, 70-х годов. И на мужскую моду, внимание, обратите, мужчина здесь тоже очень стильный. Очень стильный. Очень красиво. в шляпе, в плащи. Да, таким мужчинам подойти под ручку, это было очень приятно. Не абы кто. Да, действительно. Любовь, я тоже решила поучаствовать в вашей акции. Не могла не показать свою прекрасную бабушку. Она сейчас, наверное, смотрит нашу программу. Да. Она была актрисой сначала, потом она работала инженером-конструктором. Очень разносторонним была человеком и шила себе одежду сама. Она очень хорошо шьет, до сих пор шьет прекрасную одежду. И вот она очень следила за собой, так же, как и ее подруги, которых мы увидим потом, чуть позже на фотографии еще. Давайте следующую. Ой, ну ваша бабушка достойна восхищения. Посмотрите. Ну, во-первых, она правда очень красивая? А вот это ее сестра. Это, как вы видите, деревня. Но, тем не менее, вот хочу отметить, как одеты тоже девушки. Да, аккуратненько, в пальтишки. Красивая обувь ухоженная, да, видно на эту фотографию. Хотя дороги толком нет. Но девушки все равно старались, следили за собой. Шляпка, да? И главное, они улыбчивые все. Да, и главное, действительно. Вот этот разговор о том, что советские люди ходили с унылыми минами. Конечно, может быть, мы не ходим вот так все время. Но это уже утрирует. Но на фотографиях они все улыбались и выглядели очень естественно. Давайте дальше посмотрим, что у нас осталось. Ну, вот так же еще одна фотография. Очень интересный вот вырез, да? Икрой, такой свободный костюм. Очень красиво. Элегантно очень смотрится. Ой, какая прекрасная улыбка вашей бабушке. Давайте дальше посмотрим. Ну, вот шапочки я хотела показать. Это мама тоже маленькая. Бабушка здесь, к сожалению, немного не видно. Тоже на бобетту, да? Надевали вот этот объемный такой головной борт, что сегодня опять-таки в моде, в тренде. И как все подходит, да? Как все гармонично. Ну, тоже более в юном возрасте. Это же прекрасно. Главное, люди находили тоже возможность сделать снимок живым. Все шили сами, да. Да, ну, про снимок я молчу. Действительно, замечательные фотографии. Часто пересматриваю. И шили сами. Вот, 70-е годы мы видим, да? Вот это очень модно, да. Рисунок абстрактный появился. В стиле пучи, да? Да, 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 да. И сарафаны, появились жилетки, бусы длинные такие, висели прямо вот иногда до колен. Все это оживляло одежду, делало ее интересной, даже визуально больше. Очень красиво, действительно, элегантно опять же. Ну, это уже вот тоже более ранние фотографии. Да, макияж, обратите внимание, как вот подкрашены глаза. Стрелки. Сегодня возвращаются, сегодня многие себе рисуют стрелки и платочки, которые прикрывали иногда прическу, а иногда там даже были бегуди, чтобы к вечеру быть красивой. Да, и, конечно, на ночь в бегуди спали. А еще я сегодня читала, давайте пока следующую фотографию. Читала сегодня, что вот я хотела как раз сказать про остальных работниц, да, коллег. Посмотрите, все в ярких платьях, мужчины вон с цветами. Кстати, тоже очень стильно выглядит. Смотрите, какие очки, как хипстер нынешний, да, современный? А часы какие у него тоже интересные, смотрите, крутые такие. На широком ремне, действительно, очень интересно. И вот я читала, что завивали волосы, у кого не было бегуди, не было возможности их достать, брали веревочку, оборачивали газетой и вот таким образом такие объемные. У нас попильотки, да, очень интересно. Я думаю, это последняя фотография, которую мы сегодня с вами успеем посмотреть. Любовь, конкурс замечательный. Дорогие читатели газеты Владивосток, дорогие зрители Восьмого канала, я вас очень прошу, присылайте нам фотографии, рассказывайте о ваших бабушках, мамах, прабабушках. Мы, при необходимости, фотографии, если они вам дороги, мы их вернем. Мы пришлем их по обратному адресу. Мы ничего не теряем, но я думаю, что наши женщины достойны того, чтобы мы показали, какие они были на самом деле. Я думаю, сегодня мы отчасти смогли доказать это нашим телезрителям, телезрительницам, нашим юным зрителям, которые, может быть, не знали, чего-то не видели, может быть, они действительно заинтересуются в том числе и историей своей семьи и поучаствуют в акции «А ну-ка, девушки, а ну, красавицы!» Буду очень рада. Любовь, спасибо вам огромное. Спасибо, что пришли к нам. Спасибо, что пригласили. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить» в студии работы Ланны Бережная. Увидимся на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин